Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. И вот прорывался я сказать, что у нас сегодня в эфире не только адвокат и не только доктор Права, но еще и детектив. Потом все-таки вот спохватился, что Михаил Михайлович Черноусов, у нас сегодня гость, как раз сейчас сосредоточился больше на адвокатской деятельности, а не на деятельности частного детектива. Почему? Может быть, такого может возникнуть вопрос у радиослушателей? Нет спроса на частное расследование? Добрый день. Вы знаете, спрос есть и не только в нашей стране, он есть во всех странах. И детективом я был лицензированным, сертифицированным около 20 лет. Собственно, сертифицированным остаюсь и сейчас. Но буквально 10 лет назад я все-таки перешел из качества детектива, перешел в разряд адвоката. Еще сохраняя этот статус детектива? Да. Примерно 2 года я сохранял статус, был одновременно и детективом и адвокатом, но потом коллегия пригласила меня, провела комиссионное рассмотрение этого вопроса, изучила с правовой точки зрения и пришла к выводу, что законодательных правовых противоречий нет, но тем не менее с точки морально-этической надо выбрать что-то одно. Дали мне время, я подумал и все-таки понял, что для работы по конкретным делам у адвоката значительно больше возможностей, чем у детектива. Это детектив как оперативник. И я стал адвокатом, для меня это было новое, но вот уже 10 лет я являюсь адвокатом. Да, вот если мы говорим, может быть так, чтобы эту тему детектива завершить, есть такое мнение, что детективы частные, частное расследование нужно там, где или не справляется государственное следствие, или не хочет справляться, скажем так. Да, логично, это так и есть по существу, но это если говорить только о расследовании конкретных уголовных дел, вот если уголовных процессов, если не справляются, есть недоработки, тогда люди обращаются к детективам, чтобы собрать необходимые доказательства, представить их в законном порядке, в соответствии с законом. Ну а есть и другие направления детективной деятельности, которые не касаются частных расследований по уголовным процессам. Там тоже достаточно большая сфера деятельности у детективов. Если мы говорим о деятельности адвоката, у вас сейчас такое очень интересное направление, это защита потерпевших, потому что чаще всего адвокаты у нас все-таки ассоциируются с обвиняемыми или подозреваемыми. Когда люди ищут адвоката для своей защиты, скажем, от обвинения, если так можно сказать, вы все-таки взяли на себя достаточно неблагодарную миссию адвоката потерпевших. Насколько сейчас вообще в Латвии актуальная ситуация, когда нужно потерпевшему или родственникам потерпевшего брать адвоката? Ведь государство и прокуратура должны их защищать. Должно. Должны. Не всегда защищают должным образом. Но, скажем так, в более широком плане я всегда старался бороться за справедливость. А справедливость не всегда может восторжествовать, когда это касается недорасследованных уголовных дел, затянутых уголовных дел, когда есть потерпевший, но к нему нет должного отношения со стороны правоохранительных органов. Собственно, поэтому я и перешел из детективов в адвокаты. И поэтому как-то традиционно ко мне достаточно часто обращаются либо потерпевшие, которые не находят надлежащей поддержки со стороны правоохранительных учреждений, либо люди несправедливо, необоснованно, может быть, по их мнению, обвиненные, подозреваемые в чем-то, которым надо доказать правду, как есть на самом деле. И вот тогда, хотя бывали случаи, когда приходилось защищать и откровенно не очень, скажем так, порядочных людей, которых можно было бы и осудить. Вот это было у меня первое дело в суде апелляционной инстанции как раз 10 лет назад, когда мне поручили, коллеги, поручило защищать человека, который, которого, честно говоря, я бы, в общем-то, на пожизненное отправил. Такое интересное. Видели, что разнование было, да. Да, своеобразный такой случай. Это был первый случай в моей практике. До этого я в суде никогда не выступал. И вот, будучи до этого детективом, стал адвокатом, первое дело предлагают. А почему предложили? Потому что другие адвокаты не хотели браться за него. Почему не хотели браться? Там несколько таких обстоятельств. Во-первых, этот человек в суде первой инстанции отказался от адвоката. И адвокат, вынуждена была, женщина вынуждена была уйти из зала суда. Другой момент. Обвиняемый, он в суде первой инстанции получил достаточно большой срок, 13,5 лет. Видимо, потому что он связан был с убийством, да? Нет, там было связано с рядом статей, очень таких неприятных. Это было и захват заложника, и нанесение телесных повреждений, тяжких телесных повреждений. Это было изнасилование, это было ограбление потерпевшей. То есть букет таких статей, целый комплекс. И человек уже был ранее 7 раз судим до этого. И когда вот такой фигурант, такой субъект попадается, значит, ну, каждый адвокат может выбрать дело, может взять его, может отказаться. Это его право. Но я, поскольку первое дело, думаю, никто не хочет, дай попробую. Вот, согласился, но попросил еще двух знакомых адвокатов, чтобы подстраховали, пришли со мной в суд и помогли там это дело сопровождать. А они, у них сорвалось, они не могут. И вот я прихожу первый раз в суд, в апелляционный суд, пообщавшись с прокурором, говорю, вы знаете, я честно скажу, я бы его посадил на пожизненное. Он говорит, как, как, вы давайте защищайте, вы же адвокат, вы обязаны его защищать. Ну и, в общем-то, защита прошла успешно. С одной стороны, ему дали меньше, то есть снизили срок лишения свободы, снизили штрафные санкции. Ну, честно говоря, удовлетворения от этого не получил, хотя и выиграл это дело. А так, обычно я работаю с потерпевшими. Вот мы знаем целый ряд стран, где потерпевший или пострадавший, он находится в таком особо защищенном положении. И, понятно, и с точки зрения страховки, если есть таковая, и с точки зрения прокуратуры. И в суде требуют каких-то миллионных компенсаций, мы там знаем, в Соединенных Штатах, там вообще идут на миллионы. Что здесь происходит? Насколько здесь все-таки потерпевший, пускай с вашей помощью, не в одиночку, но с вашей помощью, что он может добиться? К сожалению, практика такая, что многого потерпевший не может получить, не может получить компенсации. Хотя существуют программы, когда при нанесении телесных повреждений, если не с кого взыскать или неоткуда взять у того, кто виновен, если он установлен, тогда компенсирует какую-то часть убытков, компенсирует государство. Но это незначительные суммы, а практика идет по такому пути, что большие суммы возместить за счет виновной стороны не всегда просто-напросто получается по разным причинам. Да и суд не присуждает такие суммы, как это бывает в тех же Соединенных Штатах Америки. У нас другая практика, но, тем не менее, потерпевшие не всегда получают должную защиту от государства не только в плане компенсации, но и в плане морального отношения, морального удовлетворения по поводу качества расследования. Мы знаем, что часто очень бывают затянутые длительные расследования, когда потерпевший пытается бороться с системой, пытается доказать свою правоту. И он действительно прав, он пострадал от преступления, но дело тянется годами, ничего не происходит, и в конце концов потерпевший просто перестает бороться с системой, хотя надо бы. И дело, в общем-то, сводится к нулю, ни к чему не приходит, подозреваемый, обвиняемый, находится на свободе, и все остается на своих местах. Никто работать не хочет. Да, вот это уже, наверное, стало притчевой языц их о работе не очень высокого качества полиции. Сами руководство полиции это списывает на то, что людей не хватает, полицейской академии больше нет, загруженностью полицейских, низкой зарплатой и так далее, и так далее. Ну вот случай буквально позавчерашний, вот мы успели до эфира чуть его обсудить, вот эти два выстрела на болоте, две жертвы поймали по горячим следам подозреваемого, который во всем сознался, потом в туалете тоже совершил самоубийство. В туалете я имею в виду СИЗО. Где были в этот момент полицейские, как это произошло? В общем, в результате три жертвы, двое которых он убил и сам на себя. На этом все расследование закончилось. Что произошло? Почему так происходит? То, что он сам на себя наложил руки, видимо, после пьянки он понял, что сделал, понял, что ему ничего хорошего не светит, и решил там использовать одежду для того, чтобы наложить на себя руки. Другое дело, система, которая обеспечивает надлежащее содержание там людей, вот недосмотрели, почему недосмотрели? Да, по невнимательности, либо по каким-то другим причинам можно гадать. Может быть, помогли, может быть, еще что-то. Ну, бывают, к сожалению, такие случаи, когда недостатки работы приводят к другим тяжелым последствиям, и это вот это негатив системы, негатив правоохранительной работы. И вот мне тоже по конкретным делам часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как затянутость процессов. Мы знаем, что даже судебные дела вот с тем же Айвером Лембергсом десятки лет там тянутся, никак не могут уже в суде быть завершены. Ну, вот почему происходит затянутость процессов на досудебном расследовании и по очевидным преступлениям, когда есть потерпевший, есть виновная сторона, есть доказательства, а дело тянется годами. Преступник гуляет, может совершать другие преступления. Полиция, она уже непрозрачная. Десять лет назад была такая тенденция, что пытались сделать работу правоохранительных учреждений прозрачной, чтобы она была доступна, чтобы это была сервисная работа на пользу населения. Но потом это все сошло на нет, и сейчас полицейские структуры достаточно закрыты, и не удается получить никакую информацию. Да, можно обращаться, можно писать запросы, жалобы, письма. Они говорят, да, идет, все идет своим чередом. Это тянется достаточно длительное время. Следователи процессоверзитая меняются один за другим. Приходят новые, начинают изучать по новой дела. Потом опять положат одну бумажечку за месяц, и дело опять лежит. Пока тянут, пока это дело не будет прекращено за сроком давности, потом опять подошьют, уйдет в архив, и все. То есть работа не происходит? Да, почему вот такое происходит? Вот это непонятно. Это фактически откровенное нарушение закона самими правоохранителями. Я помню, что вы рассказывали до эфира случай, который тоже был в вашей практике. В Екапилсе, по-моему, да, мы не будем приводить подробности. Я так понимаю, что там подозреваемый в убийстве находился на свободе. Про Екапилсе? Да. А, да, вот это, собственно, была такая отправная точка, почему я принял решение перейти из детективов в адвокаты. Получилась такая ситуация. В Екапилсе был убит, но избит, и через 3 часа найден мертвый молодой парень, 22 года. Его мама фермер, и он целый месяц работал у своей матушки, ухаживал там за коровами, и раз в месяц был у него выходной, он мог пойти в ночной клуб отдохнуть и так далее. И вот этот парень пошел в ночной клуб, и утром в 7 часов он был найден мертвым, избитым в квартире ранее судимого, и, соответственно, уже он умер, приехали врачи, констатировали смерть, был начат процесс, но начат процесс не по факту нанесения телесных повреждений или убийства, а по факту смерти. Да, это положено, если нет, скажем так, признаков насильственной смерти. Начали процесс по факту смерти, а мать видит, что полиция ничего не хочет предпринимать, она обратилась в местную прессу, написала статью одну, другую, потом обратилась к нам. Мы провели расследование, буквально пошагово, и установили, что этот парень, где он находился всю ночь, как он передвигался от ночного клуба до того места. Все узнали. Все узнали, это спустя несколько месяцев после происшествия. Нашли свидетелей, установили, что в 3 часа ночи он был избит, установили, кто его избивал в течение конкретного времени, 12 минут, установили двух свидетелей, установили место, где может быть кровь оставлена, и дали рекомендацию полиции. Надо допросить таких-то, виновный такой-то, изъять то, что полиция не изъяла, куртку из битвы, которая была вся в крови. Они отдали ее матери, они даже не стали изымать. Было явное нарушение, то, что не приобщены посмертные фотографии, а знакомые, друзья представили посмертные фотографии. Парень весь был избит, весь был в синяках. Вот весь комплекс доказательств мы представили. Полиция говорит, да, хорошо, вы работаете, вы там расследуете. И прекратили уголовное дело по факту. Ну, мол, шел, упал, споткнулся, ударился, и все, наступила смерть. Мы один раз обратились в вышестоящую организацию, в прокуратуру, отказ в нашем обращении, другой раз, третий раз, несколько раз мы обращались в вышестоящую прокуратуру, и получали везде отказ о том, что да, все правильно, все хорошо. Мы представляли новые доказательства, и все-таки доказывали, мне пришлось тогда дойти до генерального прокурора, господина Калмера, это будучи детективом сейчас, да, представить весь пакет доказательств, собранных частными сыщиками. Вот, и тогда, да, генеральный прокурор отменил все предыдущие решения. Все-таки подействовало. Да, назначил дополнительное расследование, и потом оказалось, что тот, кто был вычислен несколько месяцев назад детективами, тот действительно был вот этим человеком, которого избил и довел его до вот такого сыщика. А он успел совершить еще одно преступление. А потом этот преступник, фактически преступник, совершил другое убийство, и, соответственно, уже находился в местах лишения свободы. Вот такие, и тогда я понял, что детектив работает, но работает, в общем-то, на корзину, ее не принимают, это решение, таких случаев достаточно много. И я стал адвокатом, перешел уже как бы в другой статус, работаю как это. Мы во втором части поговорим еще об одном очень интересной такой вашей практике. Но вот так, чтобы закончить эту часть, вот мы знаем, что министр юстиции, господин Борденс, сказал, что надо создавать специализированные суды, которые бы занимались судебными процессами в отношении тех, кто совершил или подозревается в совершении экономических преступлений. Как вам кажется, это вообще правильный подход? Это ускорит судебное разбирательство? Ну, во-первых, прежде всего, что это не решит проблемы системы. Систему надо действительно усовершенствовать, всю систему правоохранительную кардинальным образом. Специализация, в принципе, да, я лично за специализацию, я считаю, что должны быть специализированные сотрудники, начиная с правоохранительных органов, с участков полиции, прокуроры, специализирующиеся по конкретным направлениям. И почему нет, почему судьи, которые лучше разбираются в каких-то экономических преступлениях, может быть, в этом есть доля истины, но это, конечно, надо досконально изучать, чтобы принять правильное решение. Доктор Права, присяжный адвокат, Пирел Черноустов на студии, приведемся ненадолго, новости рекламы, не переключайтесь. Пирел Черноустов на студии, присяжный адвокат, доктор Права, я знаю, что в течение, ну, по-моему, четверть века, 25 лет Вы проводили от Международной конференции, Балтийского антикриминального форума, в этом году, по-моему, первый раз, когда Вы не проводите. Почему? Да, действительно так. И к нам приезжали из разных стран, в общем-то, такие знаковые фигуры, непростые люди, и очень известные ученые, и серьезные практические работники, из спецслужб, из МВД, из прокуратуры. И в последнее время постепенно все стало сводиться к тому, что приезжать люди перестали. Почему? Они говорят, а что нам у Вас делать? Мы можем поехать в тот же Лондон или в тот же Вашингтон, в Германию, в Берлин, встретиться с коллегами там, там нет никаких ограничений, или те же американцы приезжают к нам в Санкт-Петербург, в Москву на большие форумы и так далее. У нас все это стало достаточно ограничено, и вопросы безопасности, если раньше мы рассматривали в широком плане, что безопасность в первую очередь человека, то сейчас безопасность у нас трактуется как предотвращение защиты от угроз с одной стороны. Мы все знаем, с какой стороны, насколько это соответствует действительности, это уже другой вопрос. Но зарубежные гости стали говорить, ну, нам просто у Вас стало не очень интересно. И как бы мы ни пытались, в общем-то поняли, что перспектив здесь особых нет, и решили свернуть эту деятельность и заниматься просто координацией, взаимодействием с зарубежными партнерами без таких широкомасштабных конференций. Я знаю, что одно у Вас было такое очень интересное дело недавно, которое завершилось неожиданно, потому что обычно сейчас, когда такие дела начинаются или возбуждаются, мы понимаем, что, во-первых, это на годы, во-вторых, доказать свою правоту совершенно невозможно. Но расскажите, хотя бы в общих словах, естественно, без фамилий и имен, что все-таки... Ну, я могу сказать, что экономические преступления для меня – это, в общем-то, достаточно новая стезя, связанная с экономикой. У меня было несколько интересных дел, когда международные какие-то преступления, международное мошенничество. Был клиент, допустим, из Болгарии, у которого мошенничество через интернет, через посредничество Риги произошло в Челябинской области. Вот я оказывал помощь, и в Челябинске действительно был задержан крупный мошенник, который через интернет находил клиентов, организовал поставки, делал крупное мошенничество, и это достаточно сложные дела. Вот было недавно дело в прошлом году, когда из Ирана человек пострадал, потому что его нашел бывший житель Советского Союза из Грозного, потом он находился в Литве, потом коснулся Латвии, а сейчас осел в Амстердаме и занимается мошенничеством. И что интересно, у него даже на его сайте он показал себя как фотографию, образ Аль Капоне, и идет стадо баранов, и он заправляет, руководит этим стадом баранов. Мошенник такого международного характера. Ну и приходилось заниматься разными делами. Сейчас у меня тоже есть интересное дело, затянутое, когда мы нашли о мошеннике все необходимые доказательства, потерпевший по мошенничеству житель Украины, а мошенник – житель Латвии. Дело длится на досудебном расследовании уже три года, все доказательства представлены. А в чем дело? А вот либо полиция не хочет расследовать, когда все есть, напрашивается такой вывод, что кто-то его очень плотно прикрывает, закрывает и не дает движению дела. Либо они как-то заинтересованы, либо не умеют, но что-то из этого, по-другому невозможно это дать. А в чем же функция прокуратуры? Она ведь надзирающая? Дело в том, что прокуратура сейчас тоже лишена многих возможностей, которые были когда-то раньше. Прокуратура, получив жалобу на какие-то, скажем так, не очень соответствующие действия полиции, она запрашивает дело, рассматривает его, пишет рекомендации, дает указания, направляет обратно, а в полиции его просто игнорируют, ничего не исполняют. И очень часто бывает так, что работник полиции, который проводит расследование, его снимают, переводят на другую должность, назначают другого, приходят новые работники. Пока он войдет в курс дела. Да, пока он войдет в курс дела, пока пригласит потерпевшую сторону на допрос, допросит, а виновная сторона известная, доказательства есть, он гуляет и продолжает заниматься тем же самым. Почему так тянется, это уже другой вопрос. Но по некоторым делам, да, приходится уже добиваться справедливости, обжаловать, писать соответствующие инстанции, чтобы добиться правды, наконец. У вас большой опыт работы в советской правоохранительной системе милиции. Все-таки раньше дела расследовались быстрее или нет? Знаете, раньше были сроки расследования конкретных дел, конкретных заявлений. Сейчас вроде есть. Да, было такое понятие социалистическая законность. Да, пускай это было в те ужасные оккупационные времена, но тогда эта социалистическая законность строго соблюдалась. Не дай бог, кто-нибудь там что-то затянул с этими сроками. Там прокуратура вызовет и так сделает, такой нагонять, что работники, там начальник милиции, полиции... Сделает нагонять всем остальным, подчиненным. Да, да, да. Все остальные будут по струнке стоять и делать, бегать, все, как говорится, делать, чтобы показать свою качественную работу. Сейчас, достаточно давно, у нас такая ситуация, когда нет сроков расследования. Все отдано на усмотрение процесса верзитая, следователя, дознавателя. И вот он хочет так, повернет бумажку, хочет ее, переложит в другое место. На его усмотрение дело может тянуться достаточно долго. Хотя в законе есть рычаги, как вот это исправить. Но всегда находится ответ, что да, работаем, все нормально. Здесь всякие непредвиденные обстоятельства. Да, да. И вот получается так, к сожалению, часто затягиваются процессы. Да, вот возвращаясь, вот вы сказали по экономические преступления. Да, по экономическим преступлениям ситуация такая. Вот мы, безусловно, бороться с легализацией, с отмыванием так называемых денег, с так называемыми прачечными необходимо. Добудить преступления. Почему это понятно, да? Да, это сейчас очень актуально. Манивелл требуют. Наши правоохранители и законодатели пытаются идти в ногу со временем, вносить дополнения, изменения. Они действительно вносятся в законодательные нормативные акты. Но иногда оказывается так, что бегут, следователи бегут впереди паровоза и пытаются угодить зарубежным экспертам, сами нарушая при этом закон. Вот в последнее время мы достаточно часто слышим о том, что уже около трех миллионов задержано людей, которые незаконно провозили денежные средства, наличные средства и были задержаны, у них изъяты эти деньги. И таких процессов уже десятки накопилось. Процессы идут, люди пишут документы, обжалуются. И иногда оказывается так, что все это делается впустую, все это делается необоснованно. А именно, ряд примеров, есть такие, которые известны. Да. Да-да. Есть такие примеры, когда, скажем так, человек добросовестный, я не говорю о тех, которые нарушают закон. Да. Там об этом речи нет, их надо наказывать, выявлять законными методами. Вот, человек прилетает в Ригу на самолете, декларируется при вылете из другого города, декларируется здесь и везет с собой легально приобретенные денежные средства, документально подтвержденные. Представляя декларацию в аэропорту, спрашивает, все ли правильно, все ли нормально. Говорит, да, подождите, сейчас мы с вами разберемся. Его задерживают, начинают уголовный процесс, изымают деньги, и потом месяцами тянется уголовный процесс с целью проверить, а не виновен ли этот человек в совершении каких-то преступлений. Да, у нас пару лет назад введено такое понятие, как презумпция виновности. Где-то сам должен доказывать легальность происходящих. Да, должен доказать сам, что эти деньги легальные. Но если человек, причем это тот случай, когда действующие нормативные акты человек не нарушил, у него с собой имеются документы, подтверждающие легальные средства, у него есть декларации, и вдруг начинает уголовный процесс об уклонении от декларирования денежных средств. Почему, на каком основании, если декларация заполнена, начинают о подозрении на легализацию, на незаконные источники доходов. Но у него же есть документы, подтверждающие что-то. Что еще надо, да. Да, и потом начинается перекладывание бумаг и написание писем. Письма пишут в одну инстанцию, в другую инстанцию, а поскольку межгосударственные договоры у нас очень плохо и очень долго иногда соблюдаются, то такие письма можно писать в другое государство и ждать ответа годами. А человек-то страдает. Человек незаконно оказывается фактически под преследованием. Средства изъяты. Да, деньги изымаются из оборота. На человека накладываются меры пресечения какие-то. Ну и как это все должно оцениваться? Ну и сейчас встает вопрос о том, что может быть целесообразно обращаться в международные инстанции судебные, для того чтобы показать, что не все так гладко у нас в стране с исполнением законов самими людьми, которые призваны эти законы соблюдать. А когда вот такое вот происходит, вообще нужно иметь какие-то основания? Насколько я понимаю, для начала уголовного процесса должно быть основание. Если все документы заполнены, то должно быть какое-то основание. Не знаю, кому-то могло прийти в голову, что может быть документы фиктивные, может быть это подделка. Ну хоть какое-то должно быть какое-то основание. Может так может задерживать любого? Вот моя декларация, вот мои деньги. Они говорят, нет, мы этой декларации не верим, и деньги у тебя, возможно, ворованные. Получается так. Получается именно такая ситуация, что документы все есть. Человек, как нормальный инвестор, честно заработавший деньги, привезший их сюда для того, чтобы легально их использовать, он оказывается под таким прессингом. его подозревают без каких-либо законных оснований, он должен еще раз доказывать, и причем получается цепочка. Это в свое время был в кабачке 13-го лифа, был такой сюжет, когда надо было доказать, что он не верблюд, человек не верблюд. Да, вот и так и здесь получается. Все есть, документы есть. Все есть, документы есть. А ему говорят, а вот этот документ, мы сомневаемся в подлинности этого документа. Вы нам представьте другой документ, который докажет, что этот документ правильный. Человек предоставляет другой документ. Ему говорят, а вот вы представьте документ, что этот документ тоже правильный. И не забудьте представить справку о наличии справки. Да, да, представить справку о наличии справки, вот эта цепочка, она может длиться бесконечно. И вот по одному из дел, которое вот сейчас удалось все-таки добиться справедливости у службы госдоходов, все-таки они поняли, приходилось направлять во все инстанции соответствующие запросы и спрашивать, Вы скажите, а что человек нарушил по нашему законодательству? Ставишь конкретные вопросы, ставишь конкретные нормативные акты, которые не нарушены, которые выполнены. Что он нарушил-то? Да, оказывается, что человек-то ничего не нарушил. Они говорят, а мы руководствовались рекомендациями Манюэлла. Я говорю, ну а национальное законодательство, нормативные акты, распоряжения, где-то есть соответствующие указания в аэропорту, памятки пассажирам, где-то хотя бы на сайте. Ну понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да, ну вот что-то. Ну вы напишите где-нибудь что-нибудь, что человек должен сделать или что он должен с собой иметь, чтобы его не подозревали. Этого, к сожалению, нету. Все руководствуются ответами, какими-то общими формулировками. То есть, по существу, это какой-то, можно сказать, даже правовой беспредел. Самый натуральный. Да, и причем со стороны правоохранителей. Какое может быть доверие к правоохранительным учреждениям, если они сами нарушают закон? А причем из Манюэлла? Это что у нас теперь, закон? Рекомендации Совет Европы? Зарубежные эксперты дают рекомендации, эти рекомендации выполняются в ущерб, скажем так, инвестиционному климату латвийскому, в ущерб вере. Я так понимаю, что у этого инвестора вряд ли возникнет сейчас желание куда-то в Латвию инвестировать. Вы знаете, я думаю, что не только у него, а у многих людей, в общем-то, сейчас начнет отпадать и желание инвестировать и заниматься здесь. Что сейчас, в общем-то, мы наблюдаем, так и происходит. Для чего это делается, вот это непонятно. Собственно, ну, традиционное понятие, вот рубят сук, пилят сук, на котором сидят. Для чего это делается, вот это непонятно. А сколько это разбирательство заняло времени, интересно? Ну, это вот по конкретному делу, о котором мы говорим, оно около пяти месяцев заняло разбирательство. Хотя человек изначально был абсолютно, как говорится, невиновен. И главное, что все у него было. Но такая еще интересная деталь. Он представляет эти документы, а их не приобщает к делу. Почему? А вот это уже вопрос. Но не хотели. А потом, когда пришлось говорить с некоторыми следователями, с некоторыми адвокатами, которые работают по аналогичным делам, оказывалась интересная картина. Сами же рядовые исполнители, рядовые исследователи, они говорят, да мы понимаем, что мы неправы, что так нельзя делать. Но нам дают команду, и мы обязаны выполнять. Вот и все. И замкнутый круг получается. Но это же какой-то беспредел. Да, вот интересно, да, интересно. Даже, что когда все-таки человек был полностью оправдан, состава преступления нет, не обнаружено, дело прекращено буквально вот недавно. Деньги возвращены через банк. Была наличка, возвратили. Ну ладно, пускай. Ему возвращают всю сумму через банк. Один из латвийских банков. И банк в шоке. Банк не понимает, откуда вид Волскассы перечисляет банку такие деньги. А обычно банк отдает деньги, платит. И тут вдруг пришли деньги на частный счет. Хотя там и есть мотивировка, чтобы прекращено уголовное дело. И банк начинает искать, начинает как бы суетиться, начинает думать, а что же произошло, почему? И вот начинает опять прессинговать этого клиента бедного, говорит, где вы докажите, что это. Так уже доказано, уже доказано и перепроверено, что все легально. А банк тоже, вот и приходится банку доказывать. И уже до того доходило, что я говорю, ну хорошо, давайте тогда пригласим руководство вида, пригласим телевидение. Пускай не придут в ваш банк, и вот мы скажем, что теперь банк уже задерживают, а банк боится, потому что вид может опять придраться к чему-нибудь, неизвестно к чему. Но вдруг придерется, вдруг какая-то справочка будет. А как работать здесь тогда? А? А как здесь тогда работать? Ну вот так вот, приходится работать, бороться за правду. Но надо все-таки отдать должное, что в конкретном случае удалось добиться справедливости, вот, правда восторжествовала. Но здоровье потрачено много. Да, ну работа, здоровье, там это уже, да, другой вопрос, но все-таки справедливость восторжествовала. Поэтому надо руководствоваться в любом случае законом, искать правомерные решения конкретных вопросов и не останавливаться на полпути. Надо все-таки идти и добиваться справедливости. Ну, я думаю, что это совет, который хорош на все случаи жизни, надо идти и добиваться справедливости, даже тогда, когда кажется, что это невозможно. Совершенно верно. То есть, вы тоже знаете, были, наверное, какие-то дела, когда вы думаете, да, шансов мало, но надо бороться, да? Да, но без этого никак нельзя. Надо все-таки идти вперед и искать пути решения каких-то проблем. Вот все-таки, как вам кажется, не станем ли мы заложниками вот этих бесконечных рекомендаций в той же финансовой сфере, когда мы распугаем, уже не резидентов распугали, теперь, видимо, настала очередь пугать собственное население? Ну, вот это да, это печально то, что мы наблюдаем. Все-таки, видимо, как-то надо сверху или снизу смотреть, как эти вопросы общие и кардинально решить, как добиться урегулирования всех этих непонятных веяний, которые у нас происходят. Ну, видимо, это уже политические решения, которые должны последовать когда-то и к чему-то когда-то мы придем. Либо все будет разваливаться, либо что-то должно создаваться. Нельзя бесконечно все разваливать, нарушать и идти куда-то в пропасть. Надо бороться за правду и добиваться справедливости. Михаил Черноусов у нас был в студии, присяжный адвокат, доктор Права. Большое спасибо.